Накануне церковь отмечала День памяти святого апостола Андрея Первозванного. Престольные торжества встретили Андреевские храмы, которых немало в России. Праздник отметил и Андреевский храм на Ваганьковском кладбище столицы. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, праздничное богослужение в церкви совершалось архиерейским чином. Митрополиту Истринскому Арсению сослужили настоятели храма, игумен Петр Еремеев, клирики храма и братья Высокопетровского монастыря. На богослужение побывал и наш корреспондент Галина Ледвина. Перед началом службы в Андреевском храме Высокого гостя встречали с праздничным поздравлением и цветами. И повод для архиерейского богослужения значительный. Митрополит Истринский Арсений разделил с прихожанами радость престольного торжества и отметил столетие со дня первого освящения этой скромной церкви. Богослужение митрополита Арсения всегда очень торжественно. Зная это, соборно помолиться вместе с архиереем в престольный день Андреевского храма пришло очень много прихожан. Эта кладбищенская церковь была возведена в марте 1916 года из перестроенной часовни XIX века и освящена в честь апостола Андрея Первозванного. Предназначалась для отпевания усопших и заказных литургий. Но действующим новоустроенный храм был недолго. Грянула революция и уже в 1918 он был закрыт. Крест с церкви сняли, использовалась она не по назначению. Только в 1989 году здание храма, посвященного Андрею Первозванному, было возвращено церкви. За литургией прихожанам напомнили о трудах и подвигах святого апостола. Мы знаем, что для России имя Андрея Первозванного имеет огромное значение. Это апостол, который мы воспринимаем как действительно первого просветителя Руси. Который еще до того, как эта Русь возникла, приходит к нам в наши места. Это тем пра-славянам, для тем, кто здесь жил, первым благовествует о Христе. Поэтому и орден, главный и первый орден России, носит статус Андрея Первозванного. После литургии был совершен молебен святому апостолу Андрею. Митрополит Арсений, духовенство и прихожане молились перед пребывающей в храме иконой с частицей мощей первозванного ученика Христова. Многолетний настоятель храма и игумен Петр Еремеев от лица духовенства и прихожан поблагодарил владыку за особую торжественную службу в честь престольного праздника и столетия Андреевской церкви. Митрополит Арсений в своей проповеди также обратил внимание на празднуемый юбилей храма. Отец Петр празднует сегодняшний юбилей столетний этого Дома Божия со своей общиной, со своей братьей. Радуется тому, что Господь даровал нам всем благодарить Бога, что Он нас избрал теми орудиями, через которые и возродил обратно это здание Божие к своему предназначению, к тому моменту, к которому Он предназначался для совершения святых таинств и церковных чинопоследований. По случаю праздничных событий митрополит Арсений передал прихожанам поздравления и благословения Святейшего Патриарха, а также поблагодарил тех, кто способствовал возрождению Андреевского храма в 90-е годы и помогает ему сейчас.